Ну, а здесь даже есть и наши предпочтения. Сейчас посмотрим на Киберли Макли. Она была здесь третьей, но не она привлекает наше внимание. А, конечно же, мы все ждем попытки Маши Абакумовой, которая, ну, так скажем, официально на бриллиантовой лиге. Ох, ты дождь, пожарите, какой шел дождь в этот момент. И напомню, что к этому моменту Маша является лидером сезона. За 68 метров, 69 метров она уже метнула в этом году, но очень рано там, 16 марта вы. В Испании. Ну, и сейчас, в общем, как ни крути, я считаю, для такой погоды все-таки справилась. 64-25. И мне нравится, вот поступательно она все-таки, да, от попытки попытки улучшала, двигалась вперед. И Кристина Оберхфель здесь победила. Немка метнула на 65-33. Это ее лучший результат в этом сезоне. Но, да, лучший результат Маши Абакумовой, конечно же, всем было довольно-таки далеко. Но, опять же, скажу, слава богу, что так. Могли бы и по 50 метров такую погоду метать. Конечно, конечно. Да и потом это очень опасно, учитывая специфику. Да, упираться надо, да, сквозь. Такой упор идет в опорную ногу, что ли. Но, тем не менее, мы должны Машу поздравить. Очень неплохо. Очень неплохо. Она так вот после тоже неудачи на Олимпиаде, рьяно бросилась в соревновательный период. Видите, начала уже в марте. Выступала сейчас, по-моему, и в Пекине была. Сейчас сразу сюда перелетела. То есть она так очень активно начала выступать. И это очень хорошо. Ей нужно, нужно. Потому что после такой вот как бы неудачи, тем более, что, я бы сказал, неудача даже была больше такая не спортивная, а психологическая, да, вот немножко задавленная была Маша в Лондоне. Но после этого все как-то, жизнь наладилась. Она вышла замуж, и все как-то было более или менее прилично. И, конечно же, вот сейчас с хорошим настроением, с новыми силами Мария Абакумова вступила в борьбу, и очень и очень неплохо.